Суеверные люди Необходимо просто нажать красную кнопку «Смотреть онлайн». Ну и если вы что-то пропустили, ищите все наши выпуски в группе программы «Что случилось во Вконтакте». Ну и начнем мы с небольшого анонса. Какие сюрпризы готовит красноярцам погода? Прогноз синоптиков на субботу и воскресенье. Турнир по мини-футболу, соревнования по плаванию и мастер-класс по репке из полимерной глины. Как интересно провести выходные. Протаранил четыре машины и сделал ноги. Масштабное ДТП на улице Волжской. Уже третье ЧП за месяц. На стройке в микрорайоне «Солнечный» погиб рабочий. Трагедия произошла накануне около девяти часов вечера. Как пояснили в Следственном комитете, 54-летний мужчина сорвался с шестого этажа дома по адресу 60 лет образования СССР 42А. И по словам очевидцев, мужчина подскользнулся, не смог удержать равновесие и упал вниз. Сейчас следователи уточняют, был ли погибший пристегнут специальными страховочными ремнями. По предварительным данным, погибший является гражданином Китая. Трудоустроен в китайской компании. Эта компания, в свою очередь, была привлечена в качестве подрядной организации для строительства дома. Встанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Напомню, что это не первый случай гибели людей на стройках в Красноярске за последний месяц. Так, 13 января в районе мясокомбината стрелой крана сбило двух рабочих. А спустя неделю с 11 этажа строящегося здания на улице Полтавской при проведении работ по выставлению опалубки упал и разбился 52-летний строитель. В связи с частыми случаями гибели людей на стройках, краевые власти решили проверять всех застройщиков, в работе которых были замечены недочеты. Вместо знаний срочная эвакуация. Сегодня у студентов кооперативного техникума, что на улице Аэровокзальной, занятия закончились раньше обычного. В половину 11 утра неизвестный позвонил учреждению и сообщил, что в здании находится бомба. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели. Из помещения эвакуировали почти 400 человек. Специалисты осматривали здание техникума более трех часов. Однако следов взрывного устройства не обнаружили. Сейчас стражи порядка ищут хулигана, который выкинул злую шутку. Злоумышленнику грозит уголовное дело. Думал, не поймают. В Ленинском районе задержали ранее судимого красноярца, который пытался вынести с территории завода кучу металла. Для этого злоумышленник взломал дверь заводского бокса, но увидел сторожа и скрылся. Прибывшие на место стражи порядка сразу воришку не поймали. Но зато он оставил следы, по которым его и обнаружили на территории соседнего предприятия. А зачем ходить далеко? Можно и на соседний склад заглянуть. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан уже на территории соседнего предприятия, откуда он пытался вынести медный провод и алюминиевые пластины в количестве 15 штук. 30-летний задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Наказание за незаконно установленную рекламу в нашем городе хотят ужесточить. С такой инициативой выступили городские чиновники и предложили внести поправки в краевой закон. Депутаты Госдумы хотят увеличить сумму штрафа для тех, кто без разрешения ставит на улицах рекламные щиты. А если нарушитель попадется повторно, то его нужно снова оштрафовать, но уже на большую сумму. Если поправки одобрят в законодательном собрании, то штраф для нарушителей вырастет в два раза. Например, если сейчас должностные лица платят от 1 тысячи до 3, то после им придется выложить от 5 до 10 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц в случае, если поправки в закон вступят в силу, возрастут до 100 тысяч. Зима передумала и вернулась, и морозится вновь, поприветствует красноярцев уже завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем опустится до отметки минус 20 градусов. Примерно такая же температура ждет нас и последний выходной день. В ночь же с субботы на воскресенье метеорологи и вовсе прогнозируют до 28 градусов со знаком минус. Такая погода, кстати, продержится всю следующую неделю. Так что, друзья, одевайтесь потеплее и пейте побольше горячего чая, чтобы простуда к вам не пристала. И снова стражи порядка активно возьмутся за нарушителей в предстоящие выходные. Сегодня и завтра ночью инспекторы будут проверять автолюбителей на алкоголь. Как обычно, для этого они перекроют основные городские магистрали. Ну а в воскресенье в планах у дорожных полицейских провести рейд по выявлению лихачей, а также тех, кто пренебрегает дорожной разметкой как в городе, так и за его пределами. Кроме этого, дорожные полицейские напоминают автолюбителям, что с 1 января 2015 года запрещена зимняя эксплуатация автомобилей, не оснащенных, соответственно, зимней резины. А глубина протектора колес не должна быть меньше 4 миллиметров. За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей. Ну а как только у дорожных полицейских появится необходимое оборудование, штрафы начнут получать все те, кто ездит зимой на лысой резине. Ну а накануне на правобережье в ДТП угодили 4 автомобиля. Пострадало 3 человека. Все подробности в проекте «Дорожные войны» из Красноярска. На улице Волжской автомобиль «Хонда» устроил аварию, в которой пострадали люди. «Инспайр», двигаясь в сторону Говорова, вылетел навстречу, где столкнулся с ВАЗом 2107. После этого «семерка» угодила Форд Куга. «Хонда» же после первого столкновения отлетела в Сузуки Гранд Витара. В общей сложности пострадало 4 автомобиля. Водитель ВАЗа и рулевой Сузуки получили незначительные травмы. Пассажир «Хонды» был доставлен в больницу. А вот виновника ДТП дорожные полицейские на месте не застали. Он с места происшествия сбежал. Поворот с «Металлургов» на ЛАЗО. Автоледи выполняла левый поворот по дополнительной секции. К слову, когда девушка вывернула на перекресток, стрелка уже погасла. Так получилось, что один из автолюбителей, двигавшихся по «Металлургов», не пожелал пропустить «Автоледи». В результате у автомобилей не получилось разъехаться. Трасса М4 «Дон». Не самая лучшая видимость. К тому же довольно скользко. Загоревшиеся стоп-сигналы впереди идущей легковушки дали понять автору ролика, что и ему пора нажать на тормоз. Сбрасывая скорость, рулевой прижимается ближе к отбойнику. И, как оказывается, не зря. Как гласит описание, участники ДТП отделались синяками. Принимаем первенство России. На этих выходных в фан-парке «Бобровый лог» пройдут соревнования по сноубордингу. В трех дисциплинах выступят порядка 170 юных спортсменов в возрасте от 13 до 19 лет из 16 регионов страны. В программе первенства сноуборд-кросс дисциплина, в которой соревнуются в скорости от 4 до 6 спортсменов, а также параллельный с лалом и параллельный с лалом гигант. В этих видах первенства спортсмены будут соревноваться между собой в скорости на двух параллельных трассах. Посмотреть на «Покорители гор» возможно будет в течение четырех дней с 25 по 29 января. А еще на этих выходных можно будет посмотреть на заплыв в ластах или научиться лепить из полимерной глины. Как еще интересно провести предстоящие выходные, расскажем в следующем сюжете. Завтра в Красноярском музейном центре состоится концерт, посвященный дню рождения Высоцкого. Поклонники творчества знаменитого русского поэта и музыканта смогут услышать любимые песни своего кумира. Исполнять их будут артисты-вокалисты драматического театра. Начало творческой встречи в 4 часа дня. Субтитры создавал DimaTorzok Пока одни работают руками, другие могут поработать ногами. Завтра во Дворце водного спорта состоятся соревнования по плаванию в ластах, посвященные памяти мастера спорта Евгения Евтушенко. В турнире примут участие около 100 спортсменов из Красноярска, Ачинска и Железногорска. Участникам в возрасте до 15 лет предстоит преодолеть дистанцию 800 метров, а спортсмены постарше проплывут 1500. А в воскресенье в спорткомплексе «Металлург» состоится второй краевой турнир по мини-футболу Кубок Маршала. Днем примут участие сильнейшие любительские коллективы Красноярска. А еще приедут чемпионы Европы в этом виде спорта – Аркадий Белый и Михаил Маркин. Мероприятие посвятили 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Акадий Белый и Михаил Маркин А для креативщиков, как вы уже, наверное, поняли, нам ничего не жалко. И сегодня фирменные кружки от нашей программы достаются, во-первых, Виталию Григорьеву, который собирается выходные на Красноярское море на соревнования по рыбалке, а также Ивану Скрипальщикову с оригинальными планами на выходные. Ну и Кристине Шрейн. Ваши подарки, друзья, ждут вас на Копылова 50. Что ж, ну а это все, что мы подготовили сегодня. Веселых вам выходных и обязательно еще увидимся. До новых встреч. Спонсор прогноза погоды компания «Сварко». Весь спектр сварочного и теплового оборудования. Телефон 272-29-31. 24 января в городе Красноярске переменная облачность. Ветер западный 2,4 метра в секунду. Давление 747 миллиметров крупного столба. Температура воздуха днем минус 22, ночью минус 25. И о погоде в городах края. В Норильске снег минус 27. В Минусинске переменная облачность минус 12. В Канске снег минус 20. В Ачинске переменная облачность минус 24.